Привет всем! Дорогие друзья, меня зовут Евгения Литвенкович. Я, честно, так не люблю жару. Вот просто говорю. И сегодня для таких же людей, которые не очень переносят жару, я принес хорошие новости. Я хочу поделиться с вами рецептом белорусским истинным, исконно белорусским рецептом холодника. Это холодный суп. Кто-то ещё у нас называет свекольник. Ну, я иногда так говорю. Свекольник, холодник – это одно и то же. Рецепт максимально простой и быстрый. На него можно даже собирать гостей, потому что это блюдо, оно очень простое, но оно невероятно вкусное и просто облегчающее жару. Берём две свеклы, отвариваем их, чистим. Ставим воду, литра два, допустим, отдельно. Туда засыпаем бурачок уже потёртый, сваренный потёртый бурачок. Складываем в два литра воды в кастрюльку. Включаем. Оно должно закипеть и покипеть буквально минуту-две, ну, максимум, чтобы сок бурачка вошёл в наш бульёк. Дальше мы берём любую абсолютно зелень, какую вы любите. Зелёный лук, петрушку. Упроп очень любит этот суп. Кто-то добавляет кинзу. Я не люблю. Самое важное – это молоденькие огурчики. Ну, любые на самом деле. Просто зелёный огурец. Тоненько соломочкой нарезайте, ну, или кому больше нравится, крупными кусками, неважно. То даже в этот супчик немножко сахара, немножко соли и тоже по вкусу. Либо есть уксус, добавляем ложку уксуса столовую, либо выдавливаем целый лимон. Всё нужно пробовать, чтобы вам нравилось. Он должен быть такой кисло-сладенький, солёненький, такой вкусненький, освежающий. Сварите ещё заранее несколько яиц, и каждому перед подачей яичко накрошили мариной, посыпали в тарелочку, заправили сметанкой. И оттащитесь, отдопырьтесь и забудьте обо всём. Это рецепт холодника. Свекольник Бога Вам! Субтитры подогнал «Симон»!